Привет, друзья! С вами Алена Васильева, и сегодня мы с вами у моря, и я покажу вам игры с камушками и даже с палочками. Это игры для запуска речи, и не только. Это игры для развития движений, моторики ребенка. Смотрите и играйте вместе со мной. Итак, первая игра, она для запуска речи. Если мы найдем просто камушки и палочки, то, например, камушек, это у нас будет ку, а палочка – это па. И мы с ребеночком учим, смотри, это ку, 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 кулачок, а палка, она прямая, она вот такая, па, па. Это игра для того, чтобы ребенок начал говорить целиком, словами. Особенно хороша для тех деток, которые еще не говорят целыми словами. Говорят только самое простое «мама, папа, баба», а вот уже машина или там киса сказать не могут. Поэтому играем с нами. Ку – камень, па – палка. Ку – па, ку – па, ку – па. Вот такой ритмический ряд. А теперь ты повтори, пожалуйста. И когда ребеночек это выучит, он начнет говорить ку – па, ку – па, ку – па, ку – па, ку – па. И потом мы темп увеличиваем, то вы увидите, как ваш малыш заговорит целыми словами. Классная игра, играйте. Следующая игра тоже для малышей – это игра с камушками, там, где мы учим ритмически. Смотрите. Тук-тук молотком мы построим птичкам дом. Тук-тук молотком поселяйтесь, птички в нем. Бом-бом-барабан, что за шум? Тарарам-бом-бом-барабан, просыпайтесь по утрам. Деткам очень нравится греметь камушками. Здесь мы развиваем фонематический слух у ребенка, который начинает отличать звуки. Вот здесь мы звонкостучим, видите? А по столу получается глухой звук. Это развлечение звуков. Мы тренируем так слух. И тогда ребеночек начинает различать не только стук камней, но и звуки слов. И из-за этого начинает говорить лучше. Эта игра помогает развивать одновременно оба полушария, то есть взаимодействие полушарий. Здесь мы работаем двумя руками одновременно. Нейроигра. Набираем. Бери, насыпай, бери, насыпай. А это сделать не очень просто. Попробуйте, и вы увидите, как ваш ребеночек начнет лучше развиваться, потому что он будет действовать одновременно двумя руками в разные стороны. Друзья, для этой игры вам понадобятся камушки и ведерко. Здесь тренируем меткость ребенка. Очень важно, чтобы он мог попадать именно в цель. Набираем в ведро воды обязательно. Это будет и веселее, ведро будет устойчивое. И попробуем попадать туда камушком. Опа! Вода плещется. Ребенок радостный, тренирует ловкость и всем хорошо. Оп! Ой, не попало. Следующая игра это формы, фигуры, размер, длина. Мы начинаем с самого простого. Давай построим с тобой дорожку из камушков. Берем много камушков и строим дорожку. Я строю одну, а ты построй длиннее, чем у меня. Длиннее, длинную построй. И ребенок выкладывает... Ой, это длиннее? Нет! Нужно еще камушки. Вот! Какая дорожка длиннее? Вот! А какая короче? Вот! Молодец! Правильно! А давай сделаем с тобой квадратик. Смотри! Вот так мы учим формы. Видите? Сделали квадрат. А теперь пришел робот. Ой, что это у вас? Это квадрат. Мы повторяем по нескольку раз, что это квадрат, чтобы ребеночек запомнил. Ой, ой, я тоже хочу. Кажется, я все сломал. Ты сможешь еще разок построить? Да, смогу. Давай еще раз. И мы так с ребенком закрепляем. Он еще раз строит квадрат. Только давай теперь построим побольше. Вот какой у нас квадрат. А теперь треугольник. И так учим с ребенком формы. Молодец! А теперь давай построим целый дом. Нам нужно и квадрат, и треугольник. И еще одна игра. Это, конечно же, наши любимые плоские камушки. Берем и строим пирамидку. Давай построим у кого выше. Здесь тренируется внимание ребенка, усидчивость. И ребенок старается строить аккуратненько, чтобы его башенка не сломалась. Вот моя башенка. Построй свою. Вот в такие веселые игры можно играть с ребенком. Можно, конечно, построить целый замок вместе с папой. Построить целый дворец, пещеру, гараж. Что угодно. Здесь уже включайте свою фантазию. С вами была Алена Васильева. Хорошего вам отдыха. Хорошего вам лета. И отправляйте это видео своим друзьям и знакомым. Тем, у кого есть детки. Пусть они играют с удовольствием. И развивают своих деток. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова